У нас с вами самая сложная тема на свете в связи с той главой, которую мы читали на прошлой неделе, не совсем недельная глава, но тот отрывок Тора, который принято читать по обычаю перед Песохом. Все хорошо знают, что есть законы ритуальной чистоты и нечистоты. И перед Песохом читают закон, который рассказывает об очищении, ритуальном очищении. Это напоминает нам о том, что в Песох люди, которые приходили в храм, они должны были пройти ритуальное очищение. Есть несколько так называемых источников ритуальной нечистоты, но прежде чем говорить о них, давайте представим себе смысл, что это за закон ритуальной нечистоты. Очень странно, скажем, есть источники ритуальной нечистоты. Вот человек прикоснулся к мертвому телу, причем он не согрешил, потому что есть заповедь хоронить умерших, есть заповедь провожать в последний путь человека, чтобы все были живы, здоровы. И так человек стал ритуально нечистым, он не согрешил, он исполнил заповедь, но он не может войти в храм, пока он не пройдет процедуру очищения. Скажем, есть проблемы, связанные, скажем, с женской физиологией. Они также приводят к ритуальной нечистоте. Человек ничем не согрешил, чем он виноват. Это творение Всевышнего, так Всевышний создал его. Более того, человек кто-то украл. Крайний случай. Убил кого-то. И ему не запрещено войти в храм. А тому, кто прикоснулся к умершему или даже, скажем, пожал руку тому, кто прикасался к умершему, он не может пройти в храм, пока не пройдет очищение. В чем тайна этих моментов? Мы назвали с вами два источника ритуальной нечистоты. Это проблемы, связанные с женщиной, скажем, с ее периодом. И это проблемы, связанные со смертью. Есть, возьмем еще один из основных источников ритуальной нечистоты. Мы знаем, что в Торе описывается заболевание кожное, которое проявляется как белый налет, белое пятно на коже. И оно называется цироат. И в отличие от насморка, воспаления легких, опять же, чтобы все были здоровы, цироат не позволяет человеку войти в храм, пока он не излечится. То есть это заболевание, единственное заболевание, которое передает ритуальную нечистоту. В чем здесь секрет? Секрет здесь таков. Храм – это модель идеального мира, свободного от недостатков, даже тех недостатков, которые принес первый грех человека. И человек, который входит в храм, он должен быть, он должен быть, возможно, да. В храм он входит для того, чтобы почувствовать вот эту атмосферу исправного мира, окунуться в него, как бы войти в, может быть, будущее, будущий мир, в который мы верим, что он настанет, когда-то придет идеальный мир. В принципе, это принцип нашей меры, что мы должны прийти к идеальному миру. И вот человек должен войти в такой уголок храма, для того, чтобы почувствовать этот идеальный мир. Для этого он должен устраниться от всех глобальных проблем, глобальных проблем мира. Какие глобальные проблемы мира? Адам, когда согрешил, он привнес в мир смерть. Собственно, смерть была как мера за меру. Он оторвался от источника жизни, хотел оторваться от источника жизни. В результате оторвался, оторвался так, что он стал, его существование стало ограниченным. Значит, в мир вошла смерть после греха первого человека. Проблемы, связанные с женщиной, они также вошли в мир, стали результатом первого греха. Эта женщина была наказана тем, что, ну, женщина наказана, условно говоря, скажем, женское начало изменилось, да, что с трудностью будешь рождать детей. Хава, мы знаем, как мы представляем себе, родила и Каина, и Эбеля, без всякого труда, без всяких проблем, без девяти месяцев, после греха природа изменилась, да, тоже как бы утрата потенциала жизни вошла в мир через женское начало, так. Теперь, да, еще есть один момент. Серьезнейшей проблемой первого человека было то, что он перекинул проблему на Всевышнего. Как вы помните, он сказал, женщина, которую ты дал мне, она дала мне, и я ел. То есть, снял в себя ответственность, перебросил на Всевышнего, совершил тот грех, то преступление, которое мы называем лошон-ара, да, использование своего языка во вред. И болезнь цераат, как мы знаем, она иногда ее переводят как проказа, но это чисто условно, потому что она не заразна, да, она имеет, может быть, признаки внешне как-то похожие на проказу, но ничего не имеет с проказа и ничего общего, и она дается человеку как наказание за грех дурного языка. И мы сказали с вами за грех использования своего языка во вред, и мы сказали, что эта болезнь делает нечистым, не позволяет войти в храм. То есть, мы представляем себе, да, опять же, что храм – это модель идеального мира, которая говорит человеку, если ты хочешь почувствовать этот мир, отстранись, обязан, ты обязан отстраниться, виноват ты, не виноват, иногда человек не виноват в двух случаях, он не виноват в одном, скажем, когда это заболевание связано с дурным языком, он виноват. Не важно, ты должен настраниться от этих проблем, от испорченного мира для того, чтобы, войдя в храм, почувствовать свет исправленного мира. А без этого не стоит заходить в храм, без этого заходить в храм как бы не только бессмысленно, в каком-то смысле преступление, зайти туда и не почувствовать, в каком-то смысле это преступление. Теперь, что мы с вами представляем? А если человек украл, а если человек убил, конечно же, ему не нужно идти в храм. Или если он туда придет, то ничего он не почувствует, если он только не раскаялся, не знаю, можно раскаяться за убийство, это большой вопрос. А вот если украл, допустим, да, то ему нужно вернуть украденное, ему нужно раскаяться за то, что он принес человеку неприятности, за то, что он совершил преступление и перед Всевышним, как мы знаем, кража – это преступление перед Всевышним. И раскаившись, тогда он может войти, исправив, и раскаившись, он может войти в храм. Но Тора не говорит об этом, потому что это просто. Если уж такие моменты, как ритуальная нечистота, не позволяют человеку войти в храм, то о других моментах, да, она не говорит, что приход человека в храм, совершившего грубые преступления против человека или против Всевышнего, он фактически, он фактически бессмысленен. И вот это ритуальная, как бы смысл ритуальной нечистоты. Опять же, не грех, не провинность, да, а просто так устроен мир, и есть какое-то окно, храм, окно в идеальный мир, который дал нам Всевышний. Теперь то, что, то, о чем хотелось поговорить с вами, да, на прошлой неделе читали главу «Пора», да, главу о «Красной корове», пепел, который используется для очищения тех, кто прикоснулся к мертвому, или иным способом возникла у него ритуальная нечистота, связанная с умершим телом. Он вошел в помещение, где находилось умершее тело, он пожал руку, допустим, тому, кто прикасался к мертвому, да, то есть это передается и, как бы, через одного, да, через ступень, кто-то прикоснулся к мертвому, и он тоже становится источником ритуальной нечистоты, да. Подробности не важно. Хотелось бы понять общий смысл, направленный смысл Торы, да, берут красную корову, у которой нету, у которой, может быть, ну, только один какой-то черный волос или другого цвета волосся, она должна быть ярко-рыжая корова, да, сжигают ее, и вот пепел, который растворяют в воде источника от этого сожжения сожженной коровы, им этой водою, в которой сварен пепел, брызгают на человека, и он становится ритуально чистым. Все замечательно и хорошо, кроме одного хочется понять хотя бы направленность смысла Торы. Обычно говорят, что закон о красной корове понять нельзя, что даже царь Шламо в свое время не мог понять закон о красной корове, я согласен, да, вот, но, тем не менее, да, по-моему, некоторые, может быть, сдаются, да, а нас с вами, мне кажется, нас с вами только должно подталкивать, попытаться понять то, что понять невозможно. Ну, как же так, да, если есть что-то, что невозможно понять, да, как говорил Эйнштейн, да, как делаются открытия? Все знают, что это сделать невозможно. Приходит один глупый человек, который не знает этого и делает, да. Так вот, я вам предпочел быть глупым человеком в этой ситуации и попробовать хотя бы понять то, что понять невозможно. Конечно, нельзя рассчитывать быть мудрее царя Шламо, но ведь и он тоже на самом деле очень хорошо понимал, да, он что-то не понимал в этом законе, а, безусловно, он понимал его направленность в мысли, как бы рисунок, который дает нам Тора, да. Вот давайте попытаемся с вами, давайте попытаемся с вами понять, представить себе, да. Вот, откроем общий экран совместный и попытаемся с вами, да. Вот она, допустим, ярко-рыжая корова, да. Вот таковое изображение, фотография. Не знаю, покрасили ли ее краской специально для этой фотографии, или она такая родилась, говорят, что уже есть попытки весьма успешные вывести ярко-рыжую корову, у которой нету совсем волосков другого цвета. Нам это не важно. Представить себе, да, есть животное, да, ярко-рыжего цвета, нужно получить пепел для очищения, да. Вот я сразу предлагаю отбросить в сторону все разговоры о гуманизме. Меня тоже волнует гуманизм, но просто это отдельный разговор. А мы попытаемся понять с вами рисунок Торы, как абстрактный, да, вот, попытаемся представить себе, да, что делают. Вот берут, да, берут эту корову, да, ярко-рыжую и зарезают ее в определенном месте. Мы здесь видим такое схематическое изображение когенов, которые зарезают корову на большом, таком большом костре или сложенных дровах, многочисленных сложных дровах, которые нужно будет поджечь, чтобы вся, вся корова целиком, полностью, все, что у нее есть, прогорело полностью и превратилось в пепел. И пепел вместе с этими дровами, вместе с тем, что, с тем пеплом, которые остаются от коровы, все это вместе годится для очищения от ритуальной нечистоты, да. Интересно, да, вот, и вот мы представляем с вами вот такой костер, да, нужно взять ветку кедра, нужно взять пучок травы, который называется, который называется изов, да, и окрашенную шерсть в красную краску, да, и бросить это в костер с сжигаемой коровой, таков закон. Не знаю, сможем ли мы все поднять все детали, но все-таки очень бы хотелось вот основную такую линию, основной, как бы, рисунок, все-таки представить нам с вами, да. Вот, это то, что происходит, причем, да, и интересно, да, причем интересно, что сажение коровы, да, должно было происходить в определенном месте, там, где на Масличной горе, если мы говорим о храме, не о пустыне, где эту проблему решалась гораздо легче, то, если мы говорим о храме, то на Масличной горе есть место, которое находится непосредственно напротив храма, входа в храм, и напротив святая святых, тот момент, когда сжигали корову, все ворота и все двери храма должны были быть открыты для того, чтобы Каген, который сжигает корову, видел святая святых, да, и завесу святая святых также отодвигали для того, чтобы он мог хотя бы издали, хотя бы в потенциале видеть Ковчег Завета. Вот это детали этого, детали этого закона. Может быть, то, что интересно нам с вами представить, что если бы мы сегодня, если бы мы сегодня поднялись с вами на гору, на Масличную гору, на гору Зетим, то мы бы там нашли с вами, мы бы там с вами нашли, ну, что уж тут говорить, нашли бы церковь христианскую, да, которая построена на том месте, именно на том месте, где сжигалась красная корова. Та площадка, которая была выложена для сожжения красной коровы, она осталась до сегодняшнего дня, ее можно посмотреть, ее можно увидеть сегодня. Она находится как раз, как мы с вами видим, напротив купола, напротив золотого купола, и мы можем представить себе, вот что здесь можно было, с этого места можно было увидеть через все ворота и святая святых. Хорошо, надеюсь, что мы как-то движемся вместе, вот я не оторвался от вас, а мы движемся вместе, и посмотрим, посмотрим с вами, попытаемся представить себе смысл этого закона, да, может быть, единственное, что мы еще с вами сделаем, пытаемся представить себе, как бы визуально первый храм, да, вот храм, построенный Шламо, великолепное здание храма, перед храмом жертвенник, на котором приносятся жертвы, известное море, медный чан Шламо, море Шламо, который стоит во дворе, и две колонны из чистой меди, которые стоят перед входом в храм, они даже имеют свое название, Буаз и Яхин, у каждой из этих колонн есть свое название, да, вот, и, скажем, да, здесь ведется в храме служение, приносятся жертвы, а люди для того, и когены, и люди для того, чтобы войти в храм, должны быть ритуально чистые, и один из моментов ритуальной чистоты, это, вот, окропление водой с растворенным в ней пеплом красной коровы, да. Посмотрим, как об этом говорится в Торе, да, в Торе нам, в Тора нам говорит, в книге Вимидбар, она нам говорит, да, да, пусть приведут тебе корову красную, без порока, без порока имеется в виду, что у нее весь покров красный, у которой нет изъяна, на которой никогда не было ерма, и отдайте ее Илиазару, священнику, Илиазар здесь как образ, это сын Аарона, то есть, заместитель, если так можно сказать, первосвященника, должен сжигать корову, или любой священник может сжигать, и выйдет он, выведет он ее за стан, и зарежут ее при нем, и сожгут корову перед его глазами, и человек чистый, пусть соберет пепел от коровы, и положит вне стана, на чистое место, дабы было это у общины сынов Израиля, хранение для воды очистительной. Это, скажем, все технические моменты, которые мы с вами хотели, хотелось бы вместе с вами посмотреть, а вот мы сейчас попробуем посмотреть по смыслу, только есть еще одна иллюстрация, которую мне хотелось бы поднять, но я не вижу ее у себя, сейчас мы посмотрим, сейчас мы посмотрим, не вижу, а вот, нашел, секунду, 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 можем представить себе, как люди, пришедшие для того, чтобы войти в храм, скорее всего, в праздник Песох, как они проходят очищение, может стоять и большое число людей, мы здесь видим, изображена одна семья, вот Каген держит чан, в который вода из источника, в ней растворено несколько крупиц, крупинок пепла, сожженной коровы красной, и другой священник, он брызгает по направлению семьи, или даже большого числа людей, вы видите, они держат в руках сосуды, которые они хотели бы очистить, совершенно необязательно, чтобы капли конкретно попали на кого-то, а вот просто по направлению к ним должно быть выплеснуто эта вода из чана, по направлению к ним должно полететь несколько капель, необязательно, чтобы достичь каждого, для того, чтобы каждый из них считался чистым, и, скажем, мы представляем себе, теперь может быть как-то некоторое описание этого закона, а вот теперь посмотрим, что же, в чем тут смысл этого закона, и для этого мы возьмем с вами Агадум, который нам говорит, когда поднялся Маше в верхний мир, а он поднимается на гору Синай, естественно, он поднимается не только ногами, он проходит какие-то ступени духовного возвышения, поднимается все более и более высокий мир, и вот можно представить себе, образно говоря, как бы достигает, проходит мир ангелов, и достигает самого Всевышнего, и он видит, что Всевышний сидит и занимается законом красной коровы. Очень-очень интересно, что это означает, о чем говорит эта Агада из Псикта-Дырав Каана, о чем она нам рассказывает. Наша задача попытаться понять, представить себе, и здесь мы можем представить себе, это из книги Бемидбар, я не думаю, что это нам сейчас нужно будет, можем представить себе такой момент, такой момент. Тоже я пытаюсь найти. Окей, давайте так. Давайте так, у меня не совсем получается поднять, то, что, может, мне хотелось. И Маше, то, что нам говорится, то, что Маше увидел Всевышнего, Всевышнего, который занимается законом красной коровы, пик, как бы, поднятия Маше, приближения к духовным мирам, это в конце его 40-дневного пребывания на горе Синай, и в этот момент внизу сыновья Израиля совершили грех золотого тельца. И Маше видит, как бы, да, отражение этого греха наверху, то, что Всевышний сидит и занимается законом красной коровы. Как связан грех золотого тельца как связан грех золотого тельца с законом красной коровы, оказывается, теперь не только нечистота ритуальная, возникающая от прикосновения к мертвому, а есть связь с грехом с грехом тельца, золотого тельца, мы видим в Раше, неожиданно, Раше нам пишет, да, вот почему, почему красная корова, да, естественно, его тоже это беспокоит Раше, да, и он говорит такой драж, такое объяснение, конечно, оно далеко, может быть, от проникновения в суть самого закона, но дает намек, да, он говорит так, на что это похоже? это похоже на то, когда сын служанки напачкал, да, во дворце, напачкал во дворце, служанка прислуживает во дворце, около нее крутится сын, что-то он разбил, что-то он уронил, что-то он пролил, да, и тогда говорят, да, тогда говорят, говорят так, пускай придет его мать, да, и уберет за ним, да, точно так же, пусть придет корова, да, красная, и очистит грех золотого тельца, вау, это Раши, который обещал нам всегда говорить только пшат, только простые вещи, которые понятны, да, как бы взрывые, емкие, и он нам говорит такую вещь, да, что же мы будем делать теперь, нам надо как-то, как-то разбираться у нас, какие-то пересекающиеся линии, да, нечистота, с которой начинает Тора рассказ о законе о красной корове, да, собственно, и сам закон дается для того, чтобы очиститься от ритуальной нечистоты, возникающей от прикосновения к мертвому. Вдруг теперь у нас Эгель, золотой телец, да, оказывается, корова очищает за грех золотого тельца, и мы, по крайней мере, и у нас с вами есть Агада, который говорит, Маше поднялся наверх, и он видит Всевышнего, который занимается грехом, занимается очищением, законом очищения, законом очищения от ритуальной нечистоты, возникающей от прикосновения к мертвому, занимается законом красной коровы. Можем представить себе, да, что внизу совершен грех золотого тельца. Маше о нем еще не знает. Ему сейчас будет сказано, сказано, иди спускайся, потому что согрешил твой народ. Все, конец. Но Маше, когда ему говорится, что иди спускайся вниз, да, потому что, потому что согрешил, согрешил народ, и нету никакого продолжения, Маше уже знает, да, что Всевышний хочет искупления за этот грех. Он, если так можно сказать, разрабатывает, да, или показывает ему средства очищения от греха золотого тельца, этим, может быть, можно и объяснить, то, что Всевышний сразу начинает молиться и просить, да, за, просить за народ, чтобы Всевышний не уничтожал народ, потому что он видит, да, через эту картину, что у Всевышнего есть желание очистить от греха, а не уничтожить, да, он вот показывает, да, что он, как бы в Торе, изучает подробно грех, средства очищения от ритуальной нечистоты, изучает закон Красной коровы. Причем здесь, причем здесь грех золотого тельца? мы можем представить себе, да, что грех золотого тельца, да, когда сыновья Израиля получили Тору, в общем-то, все проблемы исправились, мир стал иным, для них, по крайней мере, и тот свет, который они получили, они должны были распространить в весь мир, да, трудно утверждать. Может быть, они стали бессмертны, сыновья Израиля? Может быть, нет, но что-то, какое-то подобие бессмертия они получили, потому что у них восстановилась прямая связь с источником жизни, пинтерования Торы, да, это устранение всех перегородок, которые возникли после греха Адама, да, и разговор со Всевышним напрямую, без каких-либо материальных посредников, то есть, прямая связь с источником жизни, она сама по себе должна дать жизнь, да, если не вечную, и то в такой ее полноте, которую трудно даже вообразить. А когда они согрешили, сделали золотого тельца, то этот свет они утратили, они разорвали связь с источником жизни, произошло нечто подобное смерти. И вот тут мы понимаем, да, что красная корова это какой-то образ, ее пепел, то, что ее сжигание, то, что на человека брызгают водою с ее пеплом, это какой-то образ восстановления связи с источником жизни во всей полноте, не во всей полноте, трудно сказать, но хотя бы хотя бы как образ, как как-то, какой-то связи, прямой, непосредственной, с источником жизни, да, это образ восстановления этой связи. Как, каким образом, почему именно красная корова, мы сейчас постараемся с вами сказать, да, но теперь мы можем с вами понять, да, что происходит. человек входит в храм, туда, где есть свет вечности, свет прямого, непосредственно, свет напрямую, луч, как бы, нематериальный, исходящий напрямую от источника жизни, он должен воспринять его, значит, он должен как-то исправить себя, устранившись вот от этого момента смерть, или отдаление от источника жизни, психологическое, может быть, отдаление от источника жизни, которым, которым стал золотой телец. Теперь, да, почему, почему именно красная корова, почему ее нужно сжечь, получить пепел, да, привести ее, как бы, обнулить эту красную корову, да, и вот, как бы, свидетельство этого обнуления, с ним должен соприкоснуться человек, чтобы избавиться от той нечистоты, которая принесла, принесла, принесла с собой прикосновение к мертвому, да, попробуем, подумаем, представим, попытаемся представить себе. Может быть, это непросто, но у нас нету, у нас с вами нету выхода, и мы с вами пытаемся продолжить, да, вот, да, если, мы не будем подробно сейчас, как бы, даваться вообще про подробности пророчества Ехискеэля, да, мы только можем представить себе, да, что в первой главе пророка Ехискеэля возникает какая-то глобальная схема всего мира, ее можно комментировать, как развитие истории, ее можно комментировать, как процессы, происходящие в обществе, ее можно, в ней можно увидеть, если так можно сказать, структуру человека, все, как бы, глобально, говорят, есть такая попытка создать общую теорию, общую теорию всего, да, то есть найти какую-то модель, схему, которая подходит для всего, вот, кибернетика, скажем, занимается тем, что она создает общие модели, которые годятся и для машины, и для робота, и для живого организма, вот, есть, скажем, идея такая создать общую теорию всего, вот, у Ихискеля, как бы, он решил эту проблему, его первая глава, его пророчество, это общая теория всего, не будем вдаваться подробности, да, мы только можем сказать, что там появляются появляются ангел с лицом, ангел с лицом льва, вот, я его постарался отметить, арье, да, появляется ангел с лицом, с ликом быка, вала, шор, и появляется ангел с ликом орла, да, есть и ангел с ликом, с ликом человека, да, что означает эта тройка или четверка, да, вот, она означает такой момент, да, все в мире построено как приближение к духовному миру, можно сказать, приближение ко Всевышнему, к источнику жизни, да, удаление от него, от источника жизни, и некоторая средняя линия, которая совмещает движение как бы вверх, условно говоря, к духовному миру и движение вниз, да, вот, и можно было здесь такое чертить круг, да, который совмещает в себе и как бы глобальная, глобальный момент вот для этих трех составляющих, и это было бы, это был бы лик человека, но нам он пока не нужен, и мы оставим его в стороне, сконцентрируемся на этих трех составляющих, движение вверх, движение вниз, и некоторая средняя, средняя линия, да, есть, есть огонь, да, и он параллельно на лику льва, огонь, он всегда стремится вверх, да, он сам поднимается вверх, он уничтожает материальные формы, да, и как бы весь устремлен вверх, как бы образ такого устремления к материальному, к духовному миру, и некоторое такое противоречие, да, противоречие с миром материальным, стремление его разрушить, стремление его уничтожить, это огонь, да, есть вода, которая всегда стекает вниз, да, и она дает жизненные силы растениям, животным, как мы знаем, да, как говорят, вода, она является условием для образования жизни, так говорят ученые, которые ищут жизнь на других планетах, да, не будем с ними спорить, да, можно и найти жизнь на других планетах или нет, да, это как бы разговор отдельный, вот, но мы представим себе воду, которая является основой для всех, как бы, для всех живых, для всех живых форм, да, а иногда и не, даже не для живых форм, и для строительства, и для создания сосудов, когда, скажем, замешивают глину для того, чтобы создать сосуды, так далее, да, и, если огонь был параллелен в льву, образу льва, да, который готов разорвать, разорвать все, все живое, его рых приводит в ужас всех обитателей джунглей, леса, саван, саваны, да, то вол наоборот, вол в древнем мире, да, использовался, вол бык в древнем мире использовался для, для, не только для пахоты, он использовался и для строительства, и для того, чтобы крутить колесо, когда поднимали воду для растительных каналов, и, да, и для перевозки, что угодно, да, то есть бык, да, он символ, мы, символ создания материальных форм, самых разных силы, которые создает материальные формы, как вода в неживой природе оказывается таким символом, так бык оказывается таким символом в живой природе, да, но что нас интересует с вами, да, если мы с вами не стали разворачивать, как бы, не стали разворачивать и льва, нам это не нужно, не, да, может быть, нужно сказать было, что есть, есть орел, Нешер, да, который параллелен воздуху, который всегда мечется между огнем и водой, между более горячим и более холодным, он всегда мечется и пытается, как бы, их соединить, вот орел, он образ такой средней линии поиска, совмещения такого приближения к духовному миру и создания материальных форм, да, идеал того, чтобы эти две линии, они совместились, были бы параллельны, не мешали бы друг другу и работали вместе, да, но, видимо, идеал этот очень трудно найти и в воздухе постоянно есть такое метание между огнем и водой, да, это орел. Теперь вернемся к, вернемся к быку, да, и мы представим себе, да, что у него есть некоторая такая развертка, да, о которой нам сказал Раши, если мы помним, да, он назвал, он сравнил служанку, он сравнил служанку с коровой, ребенка с тельцом, пришел ребенок напачкал, мать должна, служанка должна убрать, да, параллель, да, был совершен грех золотого тельца, теперь должна прийти корова, и она станет тем средством, которое снимет грех золотого тельца, да, так вот, у быха есть развертка, бык, пашет, тягловая сила, да, есть корова, да, и корова у нас здесь превращается, как нам намекает Раши, да, в образ ощущения самостоятельности, да, пора от слова плодиться, да, как бы корова прежде всего, как бы, вот, совмещается этим образом плодиться, да, давать молоко, да, лифрот, да, плодиться пора, да, и здесь, то, что, на что нам намекает Раши, в пророческих образах, или, может быть, так задуман мир изначально, да, мы знаем, что каждое животное, оно отражает некоторую, некоторую проблему, да, как мы, например, с вами говорили, есть верблюд, его название на иврите, гамаль, лигмоль, это отрываться, да, и вот верблюд отражает некоторые свойства, которые есть у человека, или, может быть, у человека, и он не должен дать ему развиться, да, что это за свойства, верблюд, он ест, пьет, а потом идет через пустыню на автономном, на автономном режиме, да, и вот, как бы человек, Адам, которому Всевышний привел в свое время всех животных, должен был бы посмотреть на верблюда и сказать, нет, да, зачем создан верблюд, для того, чтобы я посмотрел на него и понял, что я не должен быть верблюдом, не должен быть похож на него ни в коем случае, да, он чувствует, что он самостоятельный, он работает на автономном режиме, да, я нет, да, я всегда должен чувствовать свою связь со Всевышним, да, даже, когда я попел и поел, поел и попил, и я чувствую, что мне ничего не нужно, да, что я сам по себе, как бы, и я сам источник своих жизненных сил, да, нет, я должен помнить о Всевышнем, я не должен допустить такого ощущения, на которое намекает верблюд, да, он поел и попил, и теперь 40 дней он ощущает свою самостоятельность, оторванность от источника жизни, да, вот, корова, да, похожий образ, да, она, похожий образ, да, то есть, если бык говорит, что бык, это образ силы, которая есть, которая присутствует, материальные силы, да, то корова, это сила рождения, порождения, да, и, поскольку это животный мир, то это клонится вот в такую сторону, что, как бы, да, рождение, собственная сила рождать нечто новое, это символ, это символ коровы, так примерно, мы можем смело утверждать, что так примерно воспринял ее Адам, когда он посмотрел на нее, да, и дал ей имя Пара, та, кто плодится, размножается, да, рождает, рождает, и, как бы, рождает сама и человек, посмотрев на нее, должен был бы сказать, нет, ни новые идеи, ничего нового, я не могу привнести в мир, ничего не могу родить, породить без Всевышнего, никакие новые идеи, никакие новые формы, все, во всем мне нужна помощь Всевышнего, уж тем более привести новую жизнь в мир, в этом нужна помощь Всевышнего, корова, да, противоположность, как бы, самостоятельной силы рождения, И есть теленок, который мы сказали с вами, что его название Эгель, оно близко к слову Игуль, круг, и мы говорили о том, что грех Золотого Тельца состоял в том, что человек очертил вокруг, как бы, вокруг своего сердца очертил круг и сказал, до сих пор Севышний, а дальше нет. Я кладу Всевышнему границу, я его оставляю снаружи, внутри меня нет. Снаружи я готов признать существование некоторых высших сил, а внутри себя нет. Я остаюсь самостоятельным. Это, как мы с вами помним, был грех Золотого Тельца, исправлением которого должен был послужить создание мешкана, храма. А здесь мы с вами видим еще один момент исправления, что вот такой вот круг, когда человек отрезает от себя, скажем, условно говоря, от своего сердца отсекает источник жизни, как-то это нужно исправить, да, как-то нужно это исправить, и пусть придет какая-то более высокая ступень, которая исправит этот грех. Какая более высокая ступень, да, это ощущение, что я могу сам. Не только я отделил источник жизни от себя, но источник жизни я могу, так сказать, породить, источник жизни могу породить сам, или я сам являюсь источником жизни, у меня есть силы рождать новое, новые идеи, новую жизнь, и это образ коровы. И тогда, как говорит Тора, да, эту силу, ощущение, что во мне заложена способность рождать новое, эту силу нужно сжечь, да, для того, чтобы устранить отстраненность от источника жизни, образом, который является, образом, который является телец, да. И эта сила сжигается полностью, как бы, до пепла, до основания, да, и это тот рисунок, который дает нам Тора, да. И когда сжигают корову, как мы с вами сказали, красную, да, то Каген, священник, должен видеть, да, должен видеть вход в святая святых. Почему, да, он как бы, он должен быть соединен с источником жизни, который идет от Всевышнего, с единственным источником жизни, настоящим. И сжечь мнимый источник жизни, сжечь представление человека о том, что он может сам рождать, порождать, продлевать свою жизнь, давать новую жизнь в мир, рождать новые идеи, это сжигается до пепла, а в этот момент он видит, да, он видит источник, как бы, видит источник жизни, настоящий и входящий в мир связи, как бы, прямую связь со Всевышним. Вот это такой, как бы, как бы рисунок, который мы можем представить себе с вами. Есть многие детали этого, есть многие детали этого закона, которые можно бы тоже было обсудить, и они очень-очень, очень интересны, да, и вот, сами по себе. И, но я сейчас хочу остановиться и попробовать обсудить с вами вот эту, вот эту информацию. Может, мы сможем сделать еще несколько шагов, да, но это вот как бы такой глобальный рисунок. Мне очень хотелось представить, что из него понятно, а что из него не совсем, не совсем понятно, да. Вот так что я передаю слово вам, я сейчас останавливаю, останавливаю демонстрацию экрана, я с вами, вот, проверяю чат, так, в чате пока нету вопросов. Пожалуйста, если кто-то что-то хочет спросить, добавить или есть какие-то замечания, то, пожалуйста, я готов попытаться с вами обсудить. Вот, то, что мне представляется важным, да, то это, по крайней мере, почувствовать, что во всем есть смысл, из всего можно что-то выучить, выучить очень, выучить что-то очень важное, да, вот. И, скажем, да, вот это, это как бы моя задача, если даже не все понятно, но, по крайней мере, вот ощущение такое, что есть смысл, глубокий смысл. Каждый рисунок, каждый закон, даже самый, на первый взгляд, непонятный, он является каким-то рисунком, я бы сказал, философским даже. Вот, пожалуйста, если что-то есть, что спросить, я готов пытаться ответить. Если нету, если нет вопросов, то я, как всегда, считаю, что все понятно. Хочу пытаться, пытаться добавить, обсудить с вами, скажем, еще одну деталь, может быть, из этого закона, которая сама по себе может быть интересным, интересной, да. Вот, деталь этого закона такова, да, сейчас мы, может быть, с вами поднимем картинку, поднимем с вами картинку, секунду. Вот, у меня время от времени исчезает, так, меню, вот, окей. Значит, закон, деталь закона такова, да, есть сам пепел коровы, который нужно где-то хранить, да, и его хранят в трех местах, да, вот, в одном месте для всех, в другом месте для когенов, а в третьем месте для того, чтобы, для того, чтобы он был, существовал. Впервые красную корову приготовил Маше в пустыне, да, а последний раз она была приготовлена Шимоном Праведником в период второго храма, как бы последним таким сильным первосвященником, вот, праведником, Шимоном Праведником в период Александра Македонского была приготовлена красная корова. В каждую красную корову должен быть добавлен пепел от той коровы, которую приготовил Маше, да, потому что понятно, что, ну, вот, как нам представить себе, что понимание человека, да, оно важно, если так можно сказать, оно как-то передается материи. И естественно, что Маше хорошо понимал, да, вот этот рисунок, который сделал Всевышний, связан с основами мира, связан с свойствами животного, он прекрасно это понимал до глубины, как бы он понимал этот закон, и когда он приготовил красную корову, да, первый раз, то вот его понимание как-то все-таки оно отродилось в материи, теперь оно передается, и оно, значит, очень важно, да. Вот теперь та деталь закона, о которой я хотел, о которой мне хотелось с вами обсудить, это то, что, вот, Каген держит чан, да, он принес его, чан с водой, в котором растворено хотя бы несколько крупиц от пепла красной коровы, он принес этот чан, да, теперь, когда он понесет его, скажем, обратно, для того, чтобы поставить куда-то на место, да, убрать, да, убрать, поставить, чтобы он где-то стоял, пока не войдет следующая группа, да, он станет нечистым. Закон таков, что приносящий чан для того, чтобы побрызгать на кого-то эти несколько капель, да, он, то Каген сам по себе чистый. Когда он несет чан не для того, чтобы брызгать, для того, чтобы его поставить на место, куда-то отнести, на время где-то поставить, он тут же становится ритуально нечистым, ему самому требуется очищение, правда, не такое сильное, ему следует погрузиться в микву, да, вот, для того, чтобы, для того, чтобы очиститься. Вот, на что это, на что это намекает, да, как бы эта деталь на что намекает? Эта деталь намекает на то, да, что мы представляем себе, да, что пепел коровы, да, он символизирует, как бы, да, устранение человека перед Всевышним. Да, все твое, все, что может сделать человек, особенно новое, родить, породить в мире, примести что-то новое в мир, будь то жизнь, будь то новые идеи, все твое Всевышний – это символ этого сожжения, да, пепла, которое осталось от сожжения коровы. Все, 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 вся, как бы, идея того, что я могу сам произвести что-то новое, я сам могу быть источником жизни, да, это все сжигается и отбрасывается, да. Но, да, мы представляем себе, что Тора, идеи Торы, они полны парадоксов. И Тора, как бы, хочет сказать человеку, в момент очищения от греха золотого тельца, это такая мысль, что я ничего сам не могу, она должна особенно породить что-то новое, она должна обязательно присутствовать, да. Как бы, говорят в хасидизме бетуль, полное устранение перед Всевышним, я ничто, да, ничего не могу сам, особенно новое что-то создать, я не могу сам, да. Вот это и есть пепел коровы. Это мысль, это ощущение, что я могу что-то сам сгорело, прогорело полностью. Это необходимо для того, чтобы очиститься. Но человек не может и не должен жить с таким ощущением всю жизнь. Он должен жить в состоянии, в состоянии, как бы, да, парадоксальном. Всевышний дает мне силы, и я делаю, да, но я не хочу и не должен постоянно чувствовать себя ничто. Я делаю что-то, я иду в этом мире, я делаю, я создаю что-то новое, и я помню о том, что силы дает мне Всевышний. Я не должен повторять постоянно, я ничто Всевышний, все, я ничто Всевышний, все это не следует повторять постоянно. Этот закон намекает на это, что если ты приносишь этот пепел для очищения, если ты в момент очищения устранения от мысли, что я, как бы, могу все, ты берешь этот пепел, да, замечательно, но если ты, если ты этим пользуешься пеплом, как бы пользуешься пеплом, соприкасаешься с ним не для очищения, идешь постоянно по жизни с такой мыслью, что я ничто, это не годится. Скажем, то есть мы видим, что все законы, если бы начали с вами разбирать все законы, все детали этого закона, все бы они нам давали некоторую новую мысль, да, Всевышний относится к человеку с уважением, он не хочет, чтобы человек постоянно говорил, я ничто, я ничто, да, вот, он хочет, чтобы человек ощущал и свою значимость, и то, что он может сделать что-то в этой жизни только в тот момент, когда он забыл о Всевышнем, тогда требуется ощущение, тогда требуется, так сказать, обнуление, как бы рестарт, как говорят в компьютере, в технике, да, вот, это, скажем, да, очень интересная, скажем, деталь этого, деталь этого закона, да, вот, скажем, да, вот, как некоторое дополнение, если вы позволите, да, я хочу поднять для вас вот такую картинку, да, это картинка, да, одного замечательного художника, да, я бы сказал, как бы, мирового, мирового масштаба, да, зовут его Хаим Одем, живет он в Кармей-Цур, очень долго он работал в институте храма, да, очень долго работал в институте храма и участвовал в создании сосудов для будущего храма, которым занимается, чем занимается раба Риэль Исраэль, да, не знаю, сейчас ли он продолжает сотрудничество или нет, живет он в Кармей-Цур, в поселении, да, и у него есть очень интересные работы, скажем, да, такого импрессионистского плана, которые, в которых он пытается передать ощущения от, не нарисовать, изобразить детали храма, хотя и это он может сделать, да, а передать ощущения от храма, да, или ощущения от прочтения пророков, пророческих книг, да, и здесь вот он как раз изобразил не детали, а ощущения от первой главы пророка Ихискеэля, да, как бы колесница, вот, колесница, лики животных, вот, и очень важная деталь, что свет, как бы, в этом видении, он идет не снаружи, он прорывается изнутри, да, вот он на этой картине, он изобразил, изобразил этот момент, опять же, ни в коем случае не детали, не детали видения колесницы, которые, кстати говоря, нельзя-то изображать, да, детали этого видения, вот, многие считают, что существует запрет изображать на одном полотне, на одной плоскости изображать льва, быка и орла, да, вместе, да, как они описаны в пророчестве Ихискеэля в первой главе, и поэтому он не рисует детали, он просто передает впечатление от, вот, прочтения первой главы Ихискеэля. А мне кажется, что такие моменты очень важны. Хотелось бы, чтобы существовало искусство, которое отражает, да, является иллюстрацией не столько к романам Толстого и Достоевского, а к иллюстрации пророков, настоящей такой, которая дает очень много почувствовать. Окей, хорошо. Теперь я опять же возвращаюсь к вам, да, и спрашиваю, набрались ли какие-то вопросы, что ли, хочется ли что-либо обсудить. Да, 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 окей. Ладно. Ну, если нету вопросов, да, то мы будем считать, что мы черпали с вами тему. Если захочется что-то спросить, у нас есть средства связи, пожалуйста, я постараюсь, как бы, постараюсь ответить на ваши вопросы. Вот, очень надеюсь, что не запутал вас полностью, а, по крайней мере, зародил хотя бы ощущение, что все, что есть в истории, самые непонятные вещи, их можно обсудить, понять, увидеть какой-то философский пласт в этих законах, да. Да, ну, дай Бог, подойдем, может быть, ближе к Йом-Кипуру. Мы можем даже с вами попытаться представить себе, в чем заключаются законы служения в храме в Йом-Кипуру, что это значит, как говорят по-русски, козел отпущения, каком в этом смысл. Вот, но пока я хочу закрыть наш форум, не то, что хочу, как бы, думаю, что мы исчерпали тему, и если нет вопросов, то я тогда попрощаюсь с вами, со всеми с вами до следующего понедельника. Надеюсь, что к этому времени решатся все мировые проблемы. Ну, ладно. Всего доброго, все самое хорошее. Спасибо. Спасибо.